Ребята, всем здравствуйте! Сегодня с вами поедем на рыбалку, но хотел бы поделиться с вами своей новой покупкой. Заказал себе позавчера по интернету Simino Gaming Chair. Это игровой стул, компьютерный стул, самый удобный, самый популярный в последнее время. Многие блогеры по всему миру заказывают этот стул, и я тоже решился. Вы сами знаете, что мы проводим часто прямые трансляции, любим посмотреть фильмы в компьютере, поэтому вот такой стул незаменимая вещь. Вот его параметры черного цвета, алькантары. Ну что ж ты, ну давайте распакуем. Смотрите. И самые современные стулья, они всегда идут с подушечками для удобства. Гляньте. Могу сразу же отметить, что очень хорошая упаковка, качественно запакована. И это даже не подушка, это настоящий подголовник и подспинник. Вот, смотрите. Ну что тянуть? Будем собирать и покажу, как он выглядит. Вставили ножку, и первым делом отправляем колеса. Все легко и быстро. И уже можно ездить. Ну и вот буквально 15 минут гейминг че Семино собран. Проверим его технические данные. Вот так вот крепится здесь подушка, смотрите. Это для того, чтобы ваша спина не уставала. Давайте. Садимся. Ох. И получаем удовольствие. И не придется нам больше бегать к детям и забирать стул. Это будет стул для Натальи или для меня, так как в языком компьютере у нас уже один есть. Здесь опускаем, поднимаем. Для рук удобно. Теперь ложимся. О, и можно смотреть кино. Но и верно еще не все в этом стуле. Оп. Раз. Ноги сюда. И опрокидываем спинку. И в нем можно даже спать, друзья. Отлично. Очень удобный стул. Я доволен покупки. И для тех, кто не любит на коже потеть, это вот такой вот замш. Очень приятный. Ну что скажете, друзья, по этому стулу? Смотрите. В нем можете и сидеть, можете и лежать. И здесь стабилизатор для плечей есть, если кто-то любит поиграть в гонки, чтобы не вылететь из кресла. А также, друзья, при заказе этого стула я договорился с фирмой Семино о скидке для наших подписчиков. И они пошли на нас встречу и дают 35%. Промокод и ссылка будет в описании. Всем, кому понравилось, пожалуйста, заходите. А мы поехали на рыбалку. Народ, всем здорово. Только что с вами вместе пересекли границу Германии и Нидерландов. Сегодня на дворе у нас 14 сентября 2024 год. Пока это возможно еще без паспортного контроля. А с понедельника, с 16 сентября, вводит Германия паспортный контроль. Так что придется постоять на границах теперь в пробках. Германия решила защитить свои границы и ввела контроль. А я сейчас еду в Голландию на рыбалку, друзья. Наконец-то вырвался на один день с ночевкой. Еду я один. Заехал в магазин, закупил все, что мне нужно сейчас. Настроение хорошее. Я в предвкушении, что у меня будет клевать, что будет ловиться. Еду в то же самое место, где у меня пытался убежать от меня. Мой стул. Но я ему это не дал сделать. Кто давно на канале, тот знает, тот видел. Так что, друзья, едем, рыбачим, отдыхаем. Посмотрите, друзья, сегодня солнышко. Какие тучки. Но дождя вроде по прогнозу нет. Что хотелось бы вам сказать сразу, друзья. Имейте в виду, что если вдруг куда-то собрались ехать за границу, имейте при себе паспорта. Без паспортов лучше не выезжать, иначе паспортный контроль туда-сюда. Вроде хотят бороться с беженцами. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Для нас, это для жителей Германии, конечно же, будет небольшой дискомфорт по пересечению границ. Но так в целом. Посмотрим. Время покажет. Я уже почти на месте. Смотрите, здесь какие поля подсолнухов. Только какие-то подсолнухи дохлые, я вам скажу. Маленькие. Сентябрь месяц. Что-нибудь, за все лето они выросли, что ли? Вот так вот. Вообще мелкие. Скулак. Тот же у нас в Казахстане, помню, раньше. Как голова бегемота. Голландцы, здрасте. Здрасте. Люди добрые. Здравствуйте. Какие дамы. Приветливые. Сразу встречает канал Бородатая Германия у себя. Ай-яй-яй. Неужели я закину сейчас удочки в воду? Сейчас надо только найти хорошее место себе. Так как рыбаков здесь хватает всегда. О, сидят все с Германии. Вот даже с Украины есть вот машина стоит. Украинская. На номерах. Как в той песне, нет мне места в твоем сердце. Смотрите, все занято. Где-нибудь залезу все равно. Где-нибудь. О, знакомые люди уже вон. Знакомые люди уже машут. Уже узнают. Здорово. Что, клюет? Нет. Я вот здесь стану, наверное, да, рядом? Это Димон. Мы в прошлый раз на рыбалке с ним познакомились. А я вот здесь вот стану, смотрите. Отлично. Отлично, друзья. Вот так вот прям. Супер. Здорово. Как она? Ничего, нормально. Нормально? Как добрался? Пойдет, пойдет. Приехал один, знаешь, почему? На разведку. Говорят же здесь это. Сегодня уже был контроль. Был? Да. Проверил все нормально. Да? Да. И ночью, думаешь, будет? Второй раз, наверное, будет ночью. Я думаю, что это все равно будут проверять. Ну, но я слышал, что здесь теперь уже ни костер, ни палатки, ничего такого нельзя. Ничего, все запретили. Поэтому у меня одноместная зеленая палатка. Ставить нельзя? Почему нельзя? Не, поставить можно, но спать мне нельзя. Ну, как вот там, ребят, все, да? Да, нельзя вниз спать. Ты можешь поставить кровать, то есть там все, но впереди должна часть открыта, и ты должен быть на дежурстве. А, ну так и будет, так и будет. Так и сделаем, разговора нет. И я слышал, запретили, да, палатки другого цвета? Да, да, да. Ну, то есть не зеленые. Да, да, да. Поэтому у меня сегодня, я дрова с собой не брал, ну, плохо на рыбалке, да? Не приготовишь ничего такого. Газовую эту, горелку. В общем, на разведке сегодня. Ты давно здесь? С 10 часов дня. Ты так думаешь, я думал, что сейчас скажешь с июня. Нет, все летом сижу и контролирую. Ладно, будем раскладываться. Вот такое симпатичное место. Погода шепчет, свежий ветерок. Что еще можно пожелать? Набрал с собой вещичек для Себы. Немножко закупился, как я и сказал, да, по дороге червячков. Видите, как, друзья, вроде и палатку можно здесь, а спать в ней нельзя. То есть ты должен быть постоянно на охране, смотреть за удочками. Ну и ладно. Ну, благо того, что хоть есть место, друзья. И вот здесь рядом еще одно место есть. А дальше уже все забито. Видимо, люди уже приехали, может быть, вчера еще. Может, неделю. Здесь всегда оживленно так. Ужесточили, конечно, рыбалку в Голландии. И на данный момент, даже если вот один человек мне написал, что ты, когда спишь, например, или что, приходит контроль, тук-тук-тук, или рыбачишь, и говорит, ага, ваш проверил паспорт на рыбалку. С вами супруга. Говорит, если паспорта нет, ей здесь нельзя находиться ночью. То есть только рыбакам. Не могу тоже понять прикол, а если я вдруг приехал просто отдохнуть, ну, не рыбак. Тоже нельзя, что ли? И для тех, кто не знает, в Голландии вообще запрещено спать в машине. Для этого есть специальные кемпинг-плацы. Спите. Но если вы на грузовике, то в машине, пожалуйста, спать можно. Парадокс? Что вы думаете по этому поводу? Поэтому в таком случае, если вы вдруг приехали рыбачить и взяли с собой еще компанию на отдых, то могут и поштрафовать неплохо. Кстати, за одну палатку сейчас штрафуют 160 евро. Во-первых, она с дном, да, и по цвету, если не подходит, не зеленая, то все. Ну, по крайней мере, на этом месте. Ну и на севере тоже ребята говорили, в Нидерландах такая же система. Почему-то они взялись сильно. Кстати, друзья, Димон мне говорил заранее, что возможно на эти выходные будет здесь, но он не знал, что я приеду. А вообще он мне хотел сделать подгон. Это вот телефон. Спросил, нужен или не нужен для моей декорации. Буквально на этой неделе он мне писал. Я сказал, если что, вози с собой его. И он привез вас сюда, смотрите. Подключим сейчас к столбу, наберем Юрику. Давай. Созвон на созвон. Юра, подойди к трубке. Алло, алло. Держи. Спасибо, Аду. Спасибо. Вот он займет у меня достойное место. Фуэрвер. На труб. Еще и кабель. Его сдать нужно. Кабель? Пригодится. Да не шучу. Спасибо. Ну, такой еще и не найдешь нигде. Почистим немножко его. Подреставрируем и будет нормально. Пытался его почистить, что-то не это самое. Ну, краска чуть-чуть есть. Сейчас соединю все. Реально, такой я последний раз видел в Казахстане. В Германии я таких даже и не видел нигде. Уже кнопочные были. Мы поздно приехали. Даже на труд или, да, нигде не видал, по-моему. О, они их не продают. Вот такую вот прикормочку буду замешивать сейчас. К сожалению, забыл ведро специально для прикормки. Но на благо две кастрюльки такие есть в одной. Можно будет пищу подогреть. В этой вот замешаем. И забыл, знаете что, друзья? Забыл взять с собой холодильник маленький. Взял с собой соль. Так как рыбу в садок больше запускать нельзя. Надо будет ее сразу забивать, понимаете, да? Раньше можно было, ставили. Вообще без проблем было отлично. И удобно несколько дней. Тем более летом, когда жара, рыба не пропадает. А сейчас вот придется засолить ее. Ну ладно, в пакет уже сделаю. Вот так вот разложился потихонечку. Две удочки здесь можно. Скоро палатка будет, стол, наживки. Червяк крупный есть, червяк помельче есть. Опарыш, кукуруза. И вот такой вот собачий корм еще. Сейчас поставил одну на собачий корм. Одну удочку. А вторую, чтобы бычки не долбили. Одну кукурузку и половинку тоже собачьего корма. А сейчас надо, это, Димон, на ход ноги-то надо. Мы же на рыбалке. Ну да, давай. Давай. Ну так, по вину. Как шампанское прям. По чуть-чуть. Все. Пиво я с собой не брал. О, кстати, стакан этот лопнул чуть-чуть немножко, смотрит. Помнили, ничего страшного. У меня есть сыр к вину есть. Сейчас достанем. Ну давай. За рыбалку, как говорят. За встречу. За встречу. Да, реально. Когда мы в прошлом году, да, здесь познакомились? В прошлом году. В начале лета, а сейчас уже сентябрь. Ну, кепка у тебя прикольная, афганская, да? С России заказал. Кстати, Димон, он с Омска, амчанин. От нас, от Палдара, 400 км примерно было. Побольше? Побольше? Да, да, да. Ну, тем не менее, давай. За хороший улов, друзья, за вас. Вот, угощайся, смотри, сыром. Я привез в Голландию Моздамр, голландский сыр. Да ты что? В Германии, в Голландии. Ну, а вот это, видишь, порционные сразу, нарезанные. Но это Бутер Кезе. Это Бутер Кезе, а это Моздамр сверху. Две разные. Ох, друзья, хорошо. Ради этого стоило проехать в одну сторону 170 км, чтобы просто сесть и отключиться от бытовухи и от всего прочего. И я свободен. Как дало на левую удочку, здесь висит собачий корм. Возможно, какой-нибудь рак или краб бахнул. В Германии у нас постоянно на собачий корм, по крайней мере, у нас в городе хорошо ловят и карпа, и всего. А я тем временем, пока притихло, поставил мою раскладушку. Сейчас натяну на нее палатку. Удобная раскладушка такая. Всего лишь смотрите, в какой мешок она помещается. Складывается оба готова. Такое вот все вместе с палаткой. Ну, вот, друзья, и все. Если говорят, чтобы открытое было, пожалуйста, одну уже дверку открыл. Это тоже сюда. Знаете, как уютно здесь. Для одного человека в сам раз лежишь, и не на земле. У меня и спальный мешок с собой есть, и матрасик вот специальный. Сейчас подстилю. Пару минут и готово. Такой матрасик. Раз. Вот мешок. Расстегнул его, как одеяло, просто даже укрылся. А также теплая одежда еще есть. Накидаешь сюда ее под голову и так далее. Что, знаете, интересно, вот в Голландии вот типа спать в палатке нельзя. Ты должен все время блюдить за удочками. А если ты приехал на неделю или три дня, просто хотя бы даже. Ты что, должен всю дорогу сидеть и не отдыхать. Бред какой-то, да? А здесь, смотрите, раз так. Оп. Завалился. И ветер вообще не помеха. Ничего. И удочки рядом. Вообще кайфуешь. Вот это да, я понимаю. Так же здесь форточки с каждой стороны присутствуют. Оп. Надо перезакидывать, друзья, что поделаешь. Надо. Иногда так хочется просто завалиться и просто выспаться. Просто поваляться и вообще. Кстати, по дню и надо спать, когда контролеров сильно нет. Они же ночью прибегают. Хотя сегодня уже и днем один был. Еще ничего не поймал, но все, нарадоваться не могу. Какое все-таки козырное место мне досталось. Почему? Сейчас вам еще покажу. Сейчас небольшой обход. О, мухи облепили. С одной стороны. Откуда вы взялись? Вот смотрите, как я стою здесь. А что самое интересное, это то, что здесь вот есть мусорка. И можно выкидывать мусор сюда сразу. Видите, как удобно. Четко. Ай, голландцы, молодцы, а? Вот это по уму, конечно. По уму. Но, тем не менее, вот тут вот даже не, чтобы разломать, закинуть. О, кстати, даже мне пригодится. Это я себе возьму. Хотел только поругаться. Хотел только было поругаться, что не сломали, не закинули. А мне в самый раз. Мне здесь можно и прикорбку замешивать, а можно и бычков, если наловишь там на судака, сюда в воду опускать. Я как раз ведро забыл. Фортануло. Или даже тупо вот так вот руки ополоснуть захотел. Раз. А у тебя ведерко уже готовое вместе с крышкой. Хоба. Тема. Все же. Удочку, на которую клевало. Смотрите. Вот такая у меня снастка. Вот этот собачкорм. Я думал, он уже растаял. Но все-таки нет. Сейчас я сниму, покажу вам, как я его одеваю. Этот снимаем. Оденем уже новый раз, перезакидываю. Вот видите, у меня здесь вот такой вот штырек небольшой. А вот это вот свежий. Я штырек сейчас вставлю. Это, кстати, это говядина. Собачий корм. Так, погружаем штырек. О, видите, висит как. И кусочек отцеплю сейчас я, отломая. Не знаю, как там, но видно. Все сделаю слепую. Вот смотрите. Вот так я сделал. Все, закидываем его обратно. Ну и вот такую оснастку мы имеем. Это как на фидер рыбачим. Только вот такой, чтобы, может быть, карп взял. И прикормка у меня вот такая. Так-то в целом, конечно же, ветерок хороший поддувает. То раздеваешься, то одеваешься, то солнце выходит. А если вот в палатке находиться, то вообще без проблем. Милое дело. А если вином разогреваться, то вообще не замерзнешь. Берите на заметку. Пришло время перекусить. Вот такой вот незамысловатый у меня будет, можно сказать, уже ужин. Дело потихоньку к вечеру. Темнеет сейчас быстро. Здесь у меня, по-моему, шпинат, что-то в этом. Здесь рамзозы с мясом и картошка. Салат, булгурт, булочки. Еще есть, конечно, на потомку что-то. Сейчас поставлю новый газ сюда. Закрепим. И вот здесь я буду греть. Так. Как оно у меня там? Вот так вот. Опа. Вот такая у меня штука. На двоих персон. Чашки тут еще. Во. Вот сюда вот положу это все. Или покладу. И буду разогревать. Да, к сожалению, микровыла у меня с собой нету. Сами понимаете. И углей тоже. Так что будем делать так. И снова лебеди приплыли. Все. Экологически чистый продукт. Можно сказать так. Вот так все. Готов. Шипит? Шипит. Вот такой вот обзор на мою пищу. А потом еще буду плов делать в походных условиях. Так что оставайтесь на канале. Подписывайтесь. Будет много интересного. Газ противопожарный. Вот так вот. И не забывай только потом крутить, твертеть. Пошел процесс. На природе знаете как это. Ух. Это не пересказать. Аппетит хороший. Что хочешь можно скушать. А запахи. Это совсем другой разговор. Пожелайте, друзья, мне приятного аппетита. Это дорогого стоит, когда есть свободное время. Чтобы его провести именно вот так. Хоть один, хоть в большой компании. Но тем не менее на природе. Особенно на рыбалке. Ребята, время идет. Я потихоньку рыбачу. Смотрите, погода успокоилась. Потихоньку экспериментирую. Разные способы пробую. Я знаю, что если поставить обычные способы. Там лещи туда-сюда должны пойти. Но я именно пробую те, что давно не пробовал. Разные кормушки, специальные методы. Разные поводки, ну и так далее. Разные оснастки необычные. В общем, пытаюсь посмотреть. Можно так сказать, что здесь возьмет интересного. И будут ли результаты. Потому что ребята справа тоже говорят бычок. Там что-то идет. Никто ничего существенного не ловит. Но тем не менее. Поэтому я экспериментирую. Вот видите, все рыбачат. Погода вообще шикарная стала. Просто отлично. Сейчас я на одну поставил. Кто в теме, тот поймет. Вот такую кормушку. Когда ты напрессовываешь. Ну, в общем. Вот так. Ребята, время идет. Ну, что я могу вам сказать. Сейчас поставил эту удочку на судака. Теперь. На маленького бычка. Я, в общем, экспериментирую. Благо, есть время. Так как я один приехал сегодня. Ну, с ребятами, естественно, мы общаемся. И, в общем, я пробую-пробую разные оснастки. Разные наживки. Не просто на опарыш. Пока светло, да, вот. Я на эксперименте повторюсь опять. И попозже, может быть, на этого поставим еще тоже. Вот он. Ну, покажу еще. Попозже мы его, конечно же, на живца нельзя. Умертвим и отправим, как нужно. На ночь. Может, что-то возьмет. В общем, здесь левая удочка стоит сейчас на судака. Вот такой вот бычок небольшой. А там у меня на карпа стоит. Опять же, собачий корм и кукуруза. Вот так вот. Что я только не пробовал. Уже и собачий корм, и кукуруза, и опарыш, и так далее. Сегодня времени не хватает на пробу. Поэтому экспериментирую. На судака, видите, специально, чтобы свисало. Чтобы он не чувствовал сопротивления. И как стемнеет, я, естественно, поставлю уже на опарыш. И я думаю, что там будет легче идти. Как обычно. И дабы, чтобы днем бычок мне не долбил мозги, я ставлю совсем разные наживки. Люди здесь, кто-то приезжает, кто-то уезжает. И бельгийцы есть, и поляки приезжали, украинцы, Германия. Голландцев мало. Голландцы только здесь спортом занимаются. Кто на велике, кто пешком, кто на пробежке. И собачников тоже много. Ну, в целом, никто другу не мешает. Все хорошо, обоюдно, спокойно. Я доволен. Рыбалим. Будет результат, покажу вам. Раннее утро. Ничего не клевало. Никто ничего не ловит. Я залез в машину погреться немножко. Колотун капитальный. Влажность сильная сегодня. И туман. С утречка пожаловал в гости. Последнюю рыбу хочется съесть. Пойдем, я тебе чего-нибудь дам. Идет действительно, смотрите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова и плохо потому что была влажность сильная здесь задыб колотун можно сказать что уже нежелательно смотрите все мокрое чисто от лаги гляньте дождя не было можно сказать что уже сезон закрыт потихоньку ночью неуютно совсем спать такие дела ничего не клевала я рыбачил вот ребята уже тоже одну такого леща поймали еще маленького всем и домой собирается вот они с дортмунда а так я вам скажу толпу нету ни у кого так что имейте ввиду ночью очень-очень холодно стало сильная влага была прям как будто дождь прошел нереально и эта палатка меня сколько у меня одежды не было не спасала потом под утро я уже завел машину немножко погрелся от 6 где-то вот так вот до 8 сейчас тем не менее будут все равно пробовать рыбачить поставлю может что-то еще возьмет а там дальше уже посмотрим я порыбалю еще домой я не спешу ну ребята вот ночь просидели играть домой тоже толку нету бычок всю ночь простоял надрезанный хороший такой хоть бы судак ударил нифига но тем не менее сдаваться не буду сейчас я поставлю еще одного такого небольшого краснопера а вот что-нибудь клюнет порыбачу еще я никуда не спешу у меня еще есть сегодня весь день практически посмотрим насколько желание хватит еще когда не клюет конечно грустно но тем не менее мы не сдаемся вот такая незамысловатая оснастка сейчас снова буду пытаться поймать судака сделаю хвостик рыбки крючок так побольше оставил хватит и закину его сейчас а там попробую может быть немного на парш порыбачу еще а потом все-таки муж сыр поставлю может быть барби клюнет кто знает чем не шутит рыба друзья потому что все вот вокруг делает опарыш кукуруза не идет поэтому я по-разному 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 авось вот здесь что-то возьмет сильно большой не стал ставить кусочек обязательно оставляю как пару срезку чтоб свисала потому что судак рыба осторожная если почувствует сопротивление сразу сойдет поэтому я не натягиваю и будет по леске даже видно если вдруг поклевка она натянется уже а если хорошо заглотит то уже и понятно и погремушка будет греметь кстати друзья по контролером никого не было ночь прошла довольно таки спокойно вообще ну ребята мне сказали вы слышали сами димон сказал что контролер был днем приходил ночью никого не было а другие говорили что приходит ночью там в палатку стучат проверяет спишь не спишь и за удочками не смотришь если что-то нарушение какие-то есть обязательно штрафует ну как я и сказал сейчас что ночь прошла у нас нормально без контролеров единственное что холодно было конкретно так что на разведку я съездил отлично просто и повезло тем кто со мной не поехал и это и наталья и дети иначе бы они бы здесь просто задыбли а мне нравится я доволен вот и следующая оснастка кормушечка и вот такой у меня сыр вот крючок так вот вывел зато вы будете знать на что шло на что не шло да надо все проверить на сыр еще не пробовал в этот раз надо попробовать ловись рыбка большая еще больше так же ребята я думаю так друг мой снова летит уже сдружились всю дорогу ко мне он ночью потихоньку у меня и прикормку тут подъедал красавица какой и прикормку и рыбу расшугивает тут вот еще один гость пожаловал так и норовит что-то скушать солдат лежит служба идет даже удалось немножко покемарить не перед дорогой буквально потихоньку буду собираться уже друзья ничего так и не клевала к сожалению глухо стоят удочки то ли снизу там трава какая-то на траву падает то ли чего непонятно что только не пробовал бесполезно также не видно что кто-то ловил вообще тишина так вот но тем не менее рыбалка состоялась но все ребята покидаю я свое место дизлокации отдохнул хорошо реально подышал свежим воздухом ребята много еще кто рыбачит видите стоят везде приятного аппетита всем что-то кричит чего кричит непонятно мальчик в общем отловился но ничего не поймал но это не главное поклевки были крупной рыбы нету и не нужно холодильник полный все всех обнял а мне еще сто девяносто три километра домой ехать прибавилось да где-то пробки или что и сюда я тоже ехал в принципе я сказал сто семьдесят а мне тоже также вело где-то сто девяносто было ездить и на рыбалку получаете удовольствие всем пока по скриптум рыбалка на дово мне обошлась примерно сто сто десять евро это с соляркой туда-обратно я думаю еще на обратную дорогу хватит забраться не надо будет и еда можно было снять примерно отель где-то да на эти деньги и спокойненько отдохнуть в каком-нибудь городе но нет мы все-таки едем мучаемся сложных полевых условиях но тем не менее получаем удовольствие ну еще и червяков да купи то купи это купи карту я конечно сюда уже не включаю карта это годовая у меня ну так вот друзья на 1 грубо говоря 100 евро но них как не меньше да не получится еды подкупить то все водичка все нужно а если семью ехать то у нас сюда выходит где-то 300 евро примеру на пару дней вот так так что имейте ввиду рыбалка это еще то удовольствие которое стоит денег а 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